всем большой привет я рада вас видеть у себя на канале сегодня я хочу снять видео по запросу меня просили сделать обзор вот этого набора от в чариной мыть и икона тайная вечеря многие фирмы-производители выпускают подобные дизайны иконы тайная вечеря и лука с и у дименшинса очень много мне хотелось вышить именно в бисере это очень интересная разработка здесь используются и бусины и золотая нить поэтому хочется конечно же посмотрите я с удовольствием открою сейчас этот набор мы вместе рассмотрим его комплектацию хочу показать вам начале масштаб этого набора вот у нее стандартный наборчик от павна смотрите какая разница идет в размерах набора есть очередной мытьем наборы которые вот идут такого большого большого масштаба у меня есть один такой наборчик вышивка крестом а это вот пришла ко мне вышивка бисером итак давайте приступим к рассмотрению дизайна хочу показать вам начали обложку чтобы вы посмотрели как будет выглядеть отшитая работа здесь именно показана отшитая работа очень очень красивые детали бусины золотая нить и красивая постановка красивая разработка меня очень-очень это впечатлила работа поэтому я и приобрела наборчик итак давайте откроем и посмотрим что внутри весь набор открытый не помещается ко мне в кадр поэтому будем рассматривать частями давайте посмотрим что у нас находится с левой стороны первое что мы видим это представлено также три дизайна икон тоже техника вышивки бисера очень красивые иконы также есть молитва благодарственно это очень правильно что здесь поместили молитву так красиво в рамочку можно будет даже потом вырезать и носить с собой использовать есть инструкция по выполнению данной работы это очень хорошо что есть инструкция потому что я смотрю здесь идет нестандартная техника пришива бисеринок здесь используется арочный шов это когда пришивается по три бисеринки сразу также здесь будет использоваться золотошвейное шитье шов петля прикреп лэзи-дэйзи несколько разных вот видите техник но самое новое для меня это арачный шов я никогда не вышивала таким образом вот будет мой тоже первый опыт давайте теперь рассмотрим самое основное самое интересное это бисер и холст вот посмотрите как у нас представлен холст очень красивый очень яркий хорошо нанесены все цвета и он закреплен вот так на плотный плотный картон подвернуты края и мы видим вот как будет смотреться в общем-то наша работа я извиняюсь девочки у меня тут почему-то соседи начали какие-то ремонтные работы никогда не у нас не делают но сегодня к сожалению вот так попалась что уж делать простите и так особенность значит этого холста здесь нет привычных нам вот так буду показывать поближе нет привычных ограничений для пришивания бисерина как как есть вот четыре такие точечки да для прокола иголочки и бисер здесь не вышивается рядами здесь идет пришив бисера вот такими полосками как я уже говорила арочным швом будет пришиваться по три бисеринки вот такими волнами в инструкции указано что таким способом таким образом работа получается не очень плотной и бисеринки ложатся свободно легко ну наверное здесь вот эта техника она очень нужна в принципе начали мы с вами смотрели очень красиво мне очень нравится видите места где будут пришиваться бусины и золотая нить краска такая на хвосте очень очень плотная и сам холст яркие красивые бери и вешай даже вышивать не надо но конечно с вышивкой мне кажется это будет сто процентов очень яркая такая красивая икона вот такой у нас холст с отмеченными местами для пришива бисера также есть у нас ключ с правой стороны находится ключ видно здесь сколько у нас здесь бисера 27 цветов бисера потом один цвет какой-то особенный бисер этот длинненький и бусины 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 вот еще буду до иголочки вот они вверху находятся видите две приколотые иглы одна для бисера 2 наверное для вышивки золотой нитью вот красивый красивый холст также так немножко я беру что мы не помещаемся в кадр также есть у нас здесь схема представлена на втором листе набора то есть обратной стороны обложки у нас есть схемы и инструкция сейчас я покажу поближе вот такая инструкция схематичная ну в принципе даже и по холсту с ключом все понятно но это дополнительная тоже в помощь это хорошо давайте теперь посмотрим бисер потому что бисер здесь тоже очень его очень много он очень красивый интересный и для тех кто вышивает бисером это я думаю доставит огромное удовольствие тоже немножко мы пошуршим пакетиками и посмотрим каким бисером укомплектован этот набор в наборе указано что это бисер чехия прециоза и есть также бисер арнелла по моему так если неправильно произношу вы меня уж простите первое что хочу показать это золотая ниточка вот такой металлик пучочек красивый обычный блестит видите такой металлик будет прошиваться здесь разный элемент особенно вот наверху украшаться поехали по бисеру вот такой коралловый очень очень красивый цвет прозрачный желтый яркий здесь очень интересный цвет не знаю как его назвать матовый такой вот бисер такой золотистый это рубка наверное похоже на рубку то что он такой не очень кругленький тоже хороший еще ему пару такого плана бисер матовый темно-бежевый вот такой очень очень красивый матовый синий камера не сразу фокусируется но так я думаю видно красота матовый голубой очень красивый прозрачный силененький наверное тоже типа рубки вот сейчас с вами рассматриваю бисер так соблазняюсь так хочется начать этот набор я соскучилась уже по бисеру вы меня соблазнили его открыть его теперь не знаю что делать что делать девочки немножко вот такого бензинового вот такой розовый интересный с красной прокрашенной серединочкой гладенький гладенький такой ровненький бисер вот такой очень люблю желтый прозрачный типа рубки тоже вот такой желто-оранжевый цеплячий красивый матовый красный шикарный цвет матовый красно-коричневый вот такой темненький тоже очень красивый бисер очень-очень может делать если он действительно очень-очень вот такой темно-темно-зеленый немножко бензиновым как бы отливом поймает сейчас камеру красивый такой зеленый цвет у меня сегодня снимаю на фотоаппарат он очень четко улавливает шурщащие разные тонкие звуки поэтому возможно будет видео сильно шуршать пакетики вы меня простите этого мы избежать не можем потому что бисер упакован именно в шуршающие пакетики чтобы его показать мне нужно взять в руки пакет пересыпать что-то делать пока с бисером я не хочу фокусируйся поэтому немножко пошуршим я вообще всегда люблю шуршание потому что такие как конфетки перебираешь вот сфокусировала сейчас посмотрите темный синий матовый красивый бисер рубка прозрачно-желто-оранжевый вот такой бисер он плохо фокусируется еще чуть-чуть девочки большой плотный пакет золотистый тоже рубка его трудно сейчас поймать получается ну такое как золото немножко бисера темно-бордового наверное цвет вот такой его мало просто фокусируется камера матовый белый очень люблю тоже вот матовые цвета вообще я полюбила бисер девочки вот представляете я полюбила бисер у меня новая любовь синий матовый много оттенков синего они разные очень красивые вот такой жемчужный переливается гладенький ровненький бисер и осталось немножко вот тоже такой это коричневый рубка вот такой и есть у нас пакет ага вот он этот арнелло не знаю как он называется ну такой длинненький бисер большой-большой пакет и будет наверное делаться разные украшения много и бусины вот такие красные но не пластмассовые такие обычные да и такие пластмассовые белые бусины вот вот такая комплектация бисера много мне почему-то кажется что вышиваться должно побыстрее полегче потому что будут пришиваться по 3 бисеринки но никогда нельзя угадать потому что с точностью потому что это первый раз я буду вышивать в такой технике может быть будут какие-то подводные камни которых я не знаю ну вот так на вскидку мне кажется что должно пришиваться вышиваться быстрее но здесь есть одно но нужно еще выкладывать волны нужно укладывать этот бисер здесь не просто рядами здесь нужно передавать вот именно изгибы не знаю как я справлюсь но очень-очень интересно и хочется поработать вот с таким холстом плотным первый раз у меня будет вышивка на таком холсте частичная вышивка может быть после моего биржпойнта я и возьмусь за эту работу но не не сто процентов будем смотреть по настроению как у нас будут эти дела но не хочу точно сейчас приступать потому что я себе поставила четкую цель закончить биржпойнт вот девочки выполнила ваш запрос посмотрели мы я посмотрела полюбовалась надеюсь этот обзор был полезен и интересен желаю вам хорошего настроения и до новых встреч пока пока